Всем привет! Я Арина и это Технокухня. Мы не скрываем, мы намерены сделать обзоры про все существующее на рынке железо. Сколько бы мы не были против новой платформы 1150, но понимаем, народ в ближайший год будет покупать матери под нее. Поэтому мы стартуем обзор всех существующих на российском рынке материнок под сокет 1150. Пройдем все модели, начиная с самой дешевой. Итак, на данный момент это micro ATX решение от Elite Group за 1575 рублей. Сразу бросается в глаза отсутствие двух слотов расширения. Ну ладно, есть 16-ти скоростной слот под видеокарту. Судя по цене, неплохой офисный вариант в конторы. Встроенная гигабитная сетевая карта. Встроенный звук, пусть и VIA, хотя на работе звук порой вообще не нужен. Встроено графическое ядро в процессор. Ну и VGA под самый дешевый ЖК-монитор, такие же берут для работы. Есть порты PS2, так что старые клавиатуры и мышь можно даже не выбрасывать. Есть в принципе неплохая основа для медиа-центра. Есть два USB для пульта дистанционного управления и панели с картридером. Для питания процессора четырехконтактное гнездо, подойдет и старый БПшный. Есть четыре слота. Есть USB-3 разъема на задней панели. Для простенького, не шикарного медиа-центра хватит вполне. Обратите внимание, есть и HDMI. Вы удивитесь, на основе этой платы можно собрать шикарную игровую машинку. Процессор любой, четырехъядерный. Две плашки по 8 гигов и вот у нас уже 16. В верхний слот продвинутую звуковую карту. В нижний трехслотовый Asus HD 7970. Как раз два слота ниже видеокарты отсутствуют. В два SATA 3 можно засунуть быстрые твердотельники. Инсталляшки пихать во внешний четырехдисковый накопитель с USB 3. И все, у нас шикарный игровой компьютер в компактном micro-ATX корпусе. Хорошая плата. В недостатках разве что всего один разъем для корпусного вентилятора. А второй займет кулер процессора. Владельцев просим отписываться в комментариях. Они помогут будущим обладателям. А с вами была Арина. Увидимся.